всем благословенного утра дня жизни покрова защиты и приветствую вас в программе хлеб на каждый день думаю что его уже название программы можно не напоминать но все-таки хочется сказать что не хлебом одним будет жив человек но всяким словом исходящим из узбожий значит это наравне с хлебом который нужен нашему духу и нашему сердцу когда мы понимаем что хлеб нужен для нашего тела хлеб как образ питания так и хлеб для духовного человека это тоже важнейшая составляющая без которой нам очень трудно определиться в ценностях тогда тем более когда они размываются в обществе когда авторитетные люди начинают говорить какие-то очень странные вещи для тех у кого уже сложился фундамент для тех у кого есть стержень он легко это распознает но у нас молодежь у нас дети которые растут и для них вот это общество становится дезориентированным и поэтому если наши дети не будут слышать здравого смысла в доме своем и то им можно уже его нигде не услышать потому что и в школах сегодня идет искажение а уж тем более в на экранах где дети много проводят время и поэтому дай нам господь понимать что мы сегодня становимся проводниками прямом смысле проводниками божьего смысла и божьей информации для тех кто рядом с нами и для тех кто вокруг нас и поэтому как можно больше людей пусть будут охвачены смыслами которые идут с небес потому что таким образом мы сохраняем здравый смысл у всего общества таким образом мы еще помогаем молодому поколению приобретать основания приобретать ориентиры потому что иначе будет все сломано еще на уровне юности потому что пока человек не созрел его легко переломить его легко согнуть потому что он еще гибкий эластичный но тогда когда он уже сформировался то в этом плане он может отличать зло от добра и поэтому наша задача друзья это делать и мы делаем то что мы можем остальное делает господь и да поможет и вам бог быть проводниками не только слышать но и передавать дальше то что вас коснулось то что вас преобразила помогайте другим это принять как хлеб шедший с небес и мы с вами продолжаем изучать священное писание и смотрим сейчас 30 6 стих сокруши мышцу нечестивому излому так чтобы искать и не найти его нечестие как хорошо и сильно сказал давид сокруши мышцу нечестивых у бога есть мышцы у нечестивых тоже она есть потому что они ее умножали с течением беззакония которые творили все что трудится работает то усиливается поэтому если производили эту работу нечестие нечестивые то их мышцы тоже укреплялись соответственно теперь уже когда давид видит мышцы работает нечестие распространяется и он говорит господи вот эту мышцу нечестивых сокруши я хочу вместе с вами согласиться сейчас чтобы бог осматривая лицо земли увидел какая мышца нечестивых сегодня окрепла чтобы пришел туда и поразил ее поразил нечестие вместе с их мышцами потому что мы можем с вами ошибиться многие люди оказываются обманутыми исполняя планы нечестивых но те которые уловлены и сегодня выполняют это нечестие это один уровень но те которые его творят и те которые одевают в одежду благочестия в одежду заботы в одежду попечения о людях вот где коварство и вот где опасность и поэтому мы сейчас с вами этой молитвой будем обращаться к богу чтобы он сокрушил мышцу нечестивых и чтобы ее вовек больше не был никто не мог восстановить небесный отец я благодарю тебя что мы молимся к тебе о том чтобы мышцы нечестивых была сокрушена ты знаешь как ты это делаешь ты знаешь каким образом ты это делаешь а у нас молитва к тебе и мы взываем чтобы сила твоего голоса сила молитвы согласия она привела в движение твою мышцу восстань господь и сокруши мышцу нечестивых так чтобы она вовек не восстановилась отец мы знаем что ни одна молитва не останется на земле если она по воле твоей совершается а уж тем более когда она имеет еще множество голосов согласия поэтому пусть эти согласные голоса поднимутся в небеса и на нас и зальется дождь благодати а на нечестивых твоя мышца сокрушающая всякое нечестие во имя иисуса христа аминь всего доброго друзья до новых встреч до свидания на с Monster озвучить oh